Вот, до того кабанчика первого в расход пустим. Я думаю, буквально через пару недель. Он уже такой крупный. Вот этого одного. Ну, посмотрим, посмотрим. А то мы только продали 4 туши. Вот этот хороший. Это первый из Магикан. Вот такие у нас дырочки. Это два кабана у меня уже забрали. Давно уже. И этих заберете не через 10. Ну, там созвонимся, когда точно. И заберете. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо у нас приходят наши Машулечка. Все. Все. Дома. Переросток, да, Сань? Да, это переросток. Сань, я шерсть вився. Хе-хе-хе-хе. Борька Саньку признал. Вот так выглядит чистый дюрок. Кто-то мне писал, уши у них не ложатся. Помните, когда я только показал про этиемы? Вот во всех уши начинает ложиться на глаза. Оно бывает по-разному. Бывает сразу. Вот этого еще не лягли. И большие, но типа торчат. Ну, сейчас буквально дней 10 и тоже лягут. У одного тут, по-моему, не лежат. Хе-хе-хе-хе. Сейчас будем оттуда Машку, с того верхнего сарая, переводить сюда. В эту клетку. А в ту клетку вот сюда ее переведем. Мы вчера с Саней тут порядок навели. Ей как раз поросится. Тут вот для поросят отделение. Мы вчера все побелили тут. Ну, и потом по этим расскажу. Саня, открывай, выпускай. Мы с Саней занимаемся сараем. Сейчас начали заниматься этапом утепления кровли. Ну, то уже следующее видео мы покажем, что мы сделали по сараю. Открывай вот тут. Пускай она выбегает. Она, в принципе, туда забегает сама. Да, открывай, пускай выбегает. Открывай, открывай. Сразу сама пошла. Вот так. Вот так. И вот здесь пускай пока будет. А там сейчас будем распределять петренов. Кого куда. Да, Машка? Машулечка. Сейчас я с этим покушать. Она у нас покрыта петреном. Поэтому решил у нее самые такие крупные поросята у Машки. И ей того места не хватает для поросят. Той клетки. Может, даже я ее в новый не поведу. Сарай так и будет. Здесь клетка свободная, большая. И для поросят тоже хорошее отделение есть. Лампу красную кинул. А по канторам, по канторам. Решил я. Тут у меня остались все четыре свинки. По канторам я решил оставлю двух на свиноматок. Вот эти вот покрупнее, которые раз и два. А тех двух кнопы и со шрамом. Шрам. А, вот шрам у нее сзади. Перед Пасхой пойдут на мясо. А этих двух оставлю на свиноматку. Сейчас я их уже посадил на обычный корм. И будем тоже их покрывать. Когда загуляет искусственно, будем покрывать, скорее всего, петреном искусственно. Покроем. Оставлю две. Посмотрел, что мне понравилось, выход мяса. Они вроде бы небольшие. А косты у них получились по 9,5-9,700. Это чистый кост, без костей, без галяшки, без ничего. Сама мякоть заднего коста. По мясу выход вообще колоссальный. Продали четырех. И я вам скажу, то есть с результатом я очень доволен. Поэтому, решил, оставлю их. Еще петреном перекроем. Будет отлично. Будет кантор, но больший процент самого петрена. Это петрен дюрок кантор, а мы еще покроем петреном. Будет кантор, но с большим процентом петрена. То есть, эту оставляю, этих двух оставлю на свиноматок. Это те же самые F1, две чистых породы петрен дюрок. Поэтому оставлю две на свиноматок. Я специально кабанчиков первых в расход пустил. А этих, думаю, посмотрю по выходу. Посмотрел, выход понравился, все хорошо. Поэтому их будем оставлять. А ты у Машки, правда. А этих поросят будем... Ого! Они постоянно у нас грязные. Места им мало, тут не хватает. Сейчас отберем обезьяну. Отберем вот эту вот белую. И еще выберем одну. Скорее всего, вон она стоит. Она копия один в один с кряком. Это на свиноматок. Мы их перегоним вот в это отделение. Вот сюда перегоним их троих. Их я посажу на норму. А эти все на откорме на мясо пойдут. То есть, выберем лучших, а там уже будем смотреть. Открывай, Санька, выпускай. Пускай они прогуляются. А мы у них уберем. Подберем эту веревку. Куда ты ту изоленту схватывала? Дай сюда. Изоленту. На глаз у него килограмм 140. Если не больше, он широкий. Ну, то есть, самый большой из выводков. Это один такой. Санька, а тех выгоняй сюда. О, так же. пьетренчики вот друзья у них получается ну не меньше 100 килограмм и сейчас подержим буквально еще месяцок и будем пробовать покрывать это им будет 6 месяцев когда им 6 не 16 по моему марта 6 месяцев вот уже свинка ремонтная поэтому я забираю их буду садить отдельно эту первую надо перегнать вот это именно заберем она какая-то красная может даже уже гулять и сейчас будем отбирать тех кого в эту клетку тех кто отдельно оксана закрывать дверь а я буду выгонять а А этих продолжаем дальше откармливать, вот этот здоровый, понемногу, понемногу и забирать, освобождать клетку. Пока им места хватит, уже на три меньше, а этих сажу на норму, два ковчика в сутки и ждем загула. Друзья, кто заказывал именно дюрку, можете уже там туда-сюда неделька планировать ехать их забирать. Они уже хорошие, но пускай еще недельку, может дней 10 побудут у меня и планируйте там уже забирать. Когда заберете стартовый корм, вам уже не надо, можете начать с гровера, ну то есть я им уже старт полностью дал. Все кабанчики в норме, кто прав кабанчиков чистого дюрка на племя и также свинки тоже все в норме. Все они более-менее подравнялись, все стали плюс-минус одинаковые, а то свинка. Тут у меня заказывали две свинки одному человеку, две свинки еще одному и два кабана на племя. Вот два кабанчика, вот один стоит, вот то второй, а то четыре свинки. Свинки на свиноматок на племя, кабанчиков стали не шугать, а кабанчиков на хряку. О, тут же кабанчик. Это свинка. Ну вот, порядок тут навели, канализацию эту почистили, вот тут слив у меня, решетку поднимаю и вычищаю. Это для маленьких поросят. Лампу я одну у них отключил, думаю уже не надо на улице. Тепло одно оставил и обычный свет. Туда сотку вкрутил, ну и свет такой. Вот насчет пенопласта в сарае. Вот у меня пенопласта в этом сарае уже не один год и обычный белый пенопласт. И мыши не погрызли, там мне пишут, что мыши сгрызают пенопласт. И рядом тоже сарай из... ну вот. Вот здесь у меня тоже пенопласт. Пенопласт пятерка за USB. Я бы не сказал, что тут где-то что-то погрызено, все нормально. Все, эти у меня уже, им более свободно. Не так будет, так ухалу. А эти ремонтные отдельно. Здесь наверное дырку забьем, вылезут. Это же не свиноматка. Они поменьше будут. Обезьянушка. Эту все знают обезьянка. Вот эта белая, это киевлянка. Она с киевской генетики, имя у нее киевлянка. А вот это петрушка. Она копия у папы Петрена, петрушка. То есть получается петрушка, обезьянка и киевлянка. Это имя этим трем свиноматкам. Ну а так во всех других у нас есть. Рыжка, кукла, Машка. Что там у нас еще? Хлобника. А эти все, ну посмотрим, может быть, не знаю. Еще одну оставлю отсюда свиноматку. Какую-то лысую. То есть у меня вот эти вот, допустим, не лысые. А вот такой вариант, как вот он. Полностью голая, без единого волоска. А та и та. Ну это кабан. Это на отпор. Вот так, друзья. По сараю мы, я уже сказал, мы занимаемся утеплением потолка. Утепление потолка я решил и посчитал дешевле будет из минеральной ваты, чем с пенопласта. 10 сантиметров толщины. Пенопласта ставлю у нас после этого сарая еще одна постройка. Пенопласта ставлю на ту постройку, а тут решили утеплять минеральной ватой. Сегодня ждем, должны привести минеральную вату и должны привести еще минеральную вату, да. И должны привести ОСБ 55 листов, десятки. Это на потолок. Десятка на потолок, 55 листов я заказал и вату дозаказал. Сейчас, Саня, закроем окна, потому что работаем вверху, дует сильно в окнах. Саня, две стороны будем закрывать. Одну? Ну а тут... Нет, а тут для миксера же ставить, да, наверное? Ну, одну оставлю. Да, решили, сделаем потолок, маяки сделаем, опалубки для заливки и также сделаем самодельные лоточки такие для жабыковского бетона. И миксер сюда подъедет, в это окно подаст, в это и в это. А там мы растянем даже своей рейкой. Так что вот так, друзья, именно по постройке. Следующее видео уже выкинем про сарай, что мы сделали, на каком этапе. Ну и я вам сказал, на потолок я пенопласт посчитал, мне получается дороже выходит, чем вату купить. Я купил вату, а пенопласт поставил на вторую постройку, на следующую постройку, она тоже немаловажная. Все, дюрочков показал, по дюркам, кто позаказывал, вам показал. Пойди, 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 пойди. Он ножку подвернула, свинка помогла, ну, ничего страшного. Бывает такое у них, где-то бегала или в корыто попала, а то гуляли они тут, обесились или еще что-то. Пьетренов перевели, на ремонт свиноматок оставили. Все, ремонтные есть. Вот. Ну а по этим будем смотреть, дальше наблюдать. Терминатор наш тоже подрастает. И когда будем делать первый, спускать первого на мясо, где он этот самый крупный, вот это, а вот, вот этого. Сложим тоже тушку мясом, сколько будет. Эти уже воду тут пьют. Все хорошо. Обезьянка, киевлянка и петрушка. Все, друзья, всем пока, удачи, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok